Для выведения пилотируемого союза в космос необходимо 528 секунд. На всем протяжении этого пути от старта до орбиты экипаж страхует систему аварийного спасения. А на взлетной полосе аэропорта Крайний в режиме полной готовности дежурят спасательные вертолеты. При запуске по пилотируемой программе, так же как и при спуске космонавтов, объявляется по трассе полета готовность на случай аварии или на случай приема космонавтов. Кроме оперативно-технической группы на борту вертолетов – медики. Они первыми окажут помощь космонавтам, если срабатывает аварийная система. Здесь у нас находится аппаратура для искусственной вентиляции легких для каждого члена экипажа. Есть три монитора для наблюдения за параметрами сердечно-сосудистой дыхательной системы, медикаменты в достаточном количестве, трое носилок. В истории пилотируемой космонавтики система спасения экипажа пригодилась лишь в сентябре 1983 года. Тогда на старте загорелась ракета. Система САС сработала мгновенно. Через пять минут капсула с экипажем «Аварийного союза» благополучно приземлилась на парашюте в четырех километрах от пожара. Эти воздушные суда занимают готовность к немедленному вылету в случае необходимости и в случае подачи им такой команды. За десять минут до запуска они приводятся в готовность номер один, вертолеты запускают двигатели и готовы к немедленному вылету. Напряженные минуты ожидания. Ракета поднимается все выше и исчезает в небе. К счастью, в настоящий момент наша помощь не потребовалась. После команды отбоя мы собираем все свои вещи и эвакуируемся на свою базу. Недаром аэропорт называют самым космическим. В прежние годы крайний был военным. Сегодня здесь полным ходом идет реконструкция. Заменили все навигационное оборудование, купили новый локатор, мы отремонтировали полосу. Радиолокатор – электронные глаза аэропорта. Современное оборудование позволяет следить за всеми воздушными судами в радиусе 300 километров. В принятом сигнале содержится дополнительная информация о бортовом номере воздушного судна, высоте полета, скорости. Аэропорт крайне часто называют воздушными воротами в космос. Уже много лет здесь приземляются все экипажи пилотируемых кораблей. Доставляют сюда и космические аппараты. Первый спутник, который появляется на космодроме, он приземляется в аэропорту. Его не везут ни поездом, его не везут ни теплоходом, и он приземляется именно самолетом. Поэтому это, конечно, воздушные ворота космодрома. После полной модернизации здесь будут садиться транспортные самолеты даже с тяжелыми спутниками. А крайний аэропорт называют и не случайно. Он будто крайняя ступень между Землей и космосом.